Привет, друзья, с вами Кернекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Айлендс. Мы с вами остановились на том, что прибыли с большим трудом домой, если я не ошибаюсь. Да, мы с вами погибли, нашли, собственно, плод, ну как, сделали его, доплыли до кораблика и добрались домой. Я пообещал, что возьмусь за технологический, так сказать, террекрафтовый рост в нашем одиночном поселении, так сказать. Хорошо, к чему мы пришли? Я очень много времени потратил. Я сначала думал весь процесс, так сказать, как мы развиваемся записать, но я понял, что это очень долго, и никто это, конечно, смотреть не будет, никому это неинтересно. Поэтому я вкратце расскажу, как и к чему мы пришли. Изначально хотел бы сказать огромное спасибо Никите за то, что он мне немножко помог. Он поймет, я уверен. Так, первая цель, которую мы ставили, это был химическая лаборатория. Химическая лаборатория, которая, я думал, что будет иметь в себе тонну крафтов помимо пороха, но нет. Хрена лысого у нас только потом появилась резиновая плита, которая нам тоже поможет, об этом я еще расскажу. И с какой проблемой мы встретились, когда начали крафтить ее? Проблема была очень серьезная, потому что мне не хватало горелки. Благодаря Никите я узнал, что для горелки требуется стержень, который у меня был в крафте в печуне, но я его сам не делал, потому что не было нужды. Но я забыл, что здесь же основная фишка как раз игры в том, что мы должны создавать новые предметы для того, чтобы у нас в рецептуре появлялись новые крафты. Вот, поэтому создав, собственно, стержни, я довольный, это единственная проблемная часть была. Создал химический, химическую лабораторию, смотрю, а тут только один порох. И я такой, лол, окей, ладно, думаю, блин, что ли пули одни клепать? Думаю, да нет, не вариант, типа, не буду пули клепать, бесполезная это абсолютно вещь. Потом я вспомнил, что мы могли сделать слесарный станочек, станок он, по-моему, называется, да? Да, слесарный верстак, точнее. И беда была у нас в том, что у нас не было тисков и не было ремня. В чем фишка с этим? Тиски, в принципе, особо сложности не представляют из себя, для них просто тоже нужен был стержень и шестеренки, то есть они сделались быстро. А вот ремень, боже, сколько я времени потратил в интернетике, чтобы найти, как этот ремень сделать. Короче, нюанс в чем? Для него нужны эти резиновые плиты, но резиновая плита требует ни в коем случае не ту самую резину, которую мы добываем из, ну, смолу, по сути, из деревьев. А она нуждается именно в каучуковой резине, которая, собственно, имеется только в каучуковых деревьях. Что оказалось по факту. И слава богу, что я не всрал всю серу на порох, тем самым у нас осталось хоть чуть-чуть на крафт. Вот, в итоге я нашел эти деревья, даже здесь их высадил рядом, только они еще не выросли, походу. Ну, вот росточки вы видите вот здесь. Я эти каучуковые деревья посадил. Самое обидное, что с одного каучукового дерева ножом можно добыть только одну резину сырую. Не знаю, она там генерируется, регенерируется со временем, либо же нет. Но факт есть факт, мне пришлось кучу деревьев обыскать, одно я все-таки спилил, даже парочку, два дерева я спилил, посадил у себя. Думаю, все, пусть будет, на будущее, так сказать, пригодится. После того, как я сделал верстачок, я смотрю такой и думаю, блин, у него есть вот такая вот хреновина, бур. Я думаю, боже, где же оно используется? Ну, в общем, методом тыка я накрафтил всякой дичи и нашлась вот эта промышленная дрель. Мы ее сейчас, кстати, будем крафтить, чуть-чуть позже буквально. Но в самом начальном наборе у нас была винтовка с скользящим затвором, многозарядная винтовка, помповое ружье, двуствольный револьвер, на секундочку, не удивляйтесь. Потом у нас появилась осколочная граната, появилась коробка передач, которая, видимо, пригодится нам в машине, пули и пуль для дробовика. То есть, по факту, по оружию у нас разнообразие конкретно есть, но нужно учитывать, что крафт тех же пуль это довольно накладное дело, я вам скажу. Это один металл, а один меди и еще 10 пороха. Я не знаю, сколько их там будет, может, штук 10 их как раз и будет, но по факту это очень-очень даже дорого. По оружию самому требуются шестеренки, доски, ну, в общем, металл. Металла много здесь не потратится, но оружие вы сделаете. Ну, и не знаю, зачем, это скорее для онлайновой все-таки игры, здесь есть замки. Навесной замок, обычный замок, то есть, как будет угодно. Этот еще и с паролем, типа, необычный. В общем, потом пришел я к крафту энергетического верстака, думал, вот, вот оно, сейчас приду к тому, с чему, собственно, далеко шел. Но нет, здесь крафтов было очень мало, буквально катушка была, регулятора даже, по-моему, не было. Да, регулятора не было, потому что я меди еще не скрафтил, медный провод для него нужен был, я еще медный провод тогда не крафтил. Скрафтил медный провод, появился энергетический регулятор, у нас появились те самые батареи, у меня одна разряженная лежит, которую мы нашли. Здесь мы можем делать заряженные батареи, но нам нужен как раз та самая пыль, которая довольно-таки трудно добывается в этой игре. Вот, и пришел я потом, опять же, с помощью Никиты, пришел к фонарику. Фонарик оказался не такой сверхъестественно крутой вещью. Ну, в пещерах, да, он действительно хорош, но вот так, в целом, свещение у него, ну, 50-50. Вот, также у нас есть этот энергетический пульт, который у меня валяется, кстати, в ящике, я понятия не имею, где он пока используется, но я думаю, мы к нему еще вернемся. И части Тесла-катушек. Тут у меня вообще первая мысль это, о боже, я смогу сделать Тесла-башню, я смогу уничтожать все живое, но нет. Видимо, пока что нет, потому что мы к этому еще не дошли. Потом, я сделал, не знаю зачем, но просто решил, раз уже все верстаки ставлю, печатный пресс сюда поставил, в котором мы можем, собственно, делать бумагу. С этим я еще, кстати, не экспериментировал, может, если я сделаю бумагу, у нас там помимо карты еще что-то появится. Хорошо, дальше, я промахнулся, я почему-то подумал, что алхимический шар, у него просто были шестеренки, которые обозначали, что это рабочий объект. Вот, я почему-то подумал, что в нем создаются, собственно, зелья, я его поставил здесь. Оказывается, это просто шарик, в котором мы, собственно, можем прятать, видимо, зелье. Ну, в общем, бесполезная вещь по факту. Ну, чисто ради декорчика пусть будет. Так, и здесь же у нас есть приготовление зелий. Мы с вами встречали... Сейчас, это, кстати, не подходит, нет. Мы встречали с вами кучу обычных растений, которые мы можем использовать как базовые ингредиенты. И встречали подобие таких, как светящихся, даже звенящих, по-моему, растений. Как-то они колокольчики или что-то такое были. Вот, если мы их найдем, то, в принципе, мы сделаем первое зелье. Сейчас у меня пока что только обычные ингредиенты, базовые, волшебных у меня нет. Поэтому я пока ничего с этим не экспериментировал, ничего не делал. Поэтому, к сожалению, алхимия у нас немножко откладывается, скажем так. Потом я сделал красящую установку, которая оказалась, в принципе, бесполезной вещью. Но чисто прикола ради, вот, к примеру, у нас есть арбалет. Мы можем вывести его полностью в черный цвет. Причем вот чисто черный, без какой-то матовости оттенка действительности. То есть, чисто черный. И нам требуется 18, видимо, красителей черного цвета, которые мы, как вы уже помните, могли крафтить и добывать. Вот, точно так же мы можем сделать абсолютно другой цвет. Там взять какой-то фиолетовый, натыкать, сделать вообще мощной арбалет. Вот, то есть, все это мы можем делать. Но, опять же, полностью изменить цвет, допустим, некоторых вещей, таких, как эта броня, мы не можем. То есть, сейчас я выведу в черный, казалось бы, два единственных цвета. И у нас остаются каменные вкладки, которые, собственно, являются каменными. То есть, мы их цвет изменить никак не можем. Но, ничего страшного. В будущем, я думаю, когда у меня кукушка съедет, в общем, я решусь красить свои вещи, тогда я, может, к этому и приду. К сожалению, я еще не нашел красящую пушку, с помощью которой я хотел как раз покрасить корабль. Но, я думаю, я еще к ней доколупаюсь, так сказать. Хорошо. Следующее, что я сделал, это переработка айландиума. Но вот в чем беда. Я думал, что это будет гораздо полезнее вещь, чем она есть на самом деле. Вот, к примеру, нам требуется один кристалл айландиума, чтобы сделать пыль. Я сейчас буду в шоке, если я получу с кристалла действительно одну пыль. То есть, приблизительно, если прикинуть, сколько у нас всего ресурс айландиума есть на, ну, сколько мы там, 6 островов нашли, 5. То это очень печально, потому что, если даже залезть, ну, не на каждом острове сначала были пещеры. Это такая стартовая вещь, которую нужно понимать. Вот, от тех, на которых она была, эта пещера, мы там максимум, ну, может, 20 айландиума найдем. Тихо, тихо. Может, 20 айландиума, но не больше. То есть, там последний раз, где мы были, мы могли налупить, ну, где-то 30 еще с кристаллов. Сейчас мы посмотрим, сколько мы получим. То есть, в общем, там реально, ну, до 40, ладно. 40 айландиума, не более чем. А, нет, 5, походу, выйдет, да? Создать? Там было пятерик нарисовано. Скорее всего, мы 5... Стоп, тебя что, разжигать еще надо? Там же написано, без топлива. Зачем в скобочках написано, без топлива, если топливо нужно? Или это, типа, он пустой изначально, и нам нужно его зажигать? Ладно. Работай. Ох, запыхтел как. Как запыхтел, дорогой. Хорошо. Получим айландиум, будем думать, что с этим делать. Ну, и, конечно же, самое интересное я оставил напоследок, так сказать. Еще оружие я не крафтил. Это мы сейчас с вами сделаем. У меня почти все ингредиенты есть. Там пыль только надо 10 штук, вот что обидно. Сейчас вот это я соберу, и у нас не хватает... Да, не хватает только пыли. То есть, сейчас мы сделаем три или проверим. Но, самое вкусненькое, что я еще, собственно, сделал. Этот рецепт я вообще случайно нашел, потому что я вспомнил, что у нас была такая вещь под названием пропеллер. Вот, и я долго думал, куда же он должен впердолиться, как мы его должны использовать. И, оказывается, все очень просто. Из этого делается пропеллерный джетпак, так называемый, который дает нам реальную возможность летать. Чтобы вы понимали, это не шутка. Он действительно начинает летать, причем вперед он летит с довольно приличной скоростью. То есть, нет какого-то тупежа, там, медленных перелетов. Это, мне кажется, даже больше, чем средняя скорость на коне. То есть, мы передвигаемся очень-очень даже шустро. При том, что мы можем как высоко-высоко-высоко вверх уйти, точно так же низко-низко прямо над землей лететь. То есть, как вам будет удобно. Во всяком случае, это очень удобно, по-моему, на всех островах, на которых мы когда-либо, может быть, еще будем. То есть, мы запросто можем переместиться абсолютно, абсолютно в любую удобную нам позицию. Дело вот только в чем. Я не знаю, будет ли садиться в нем та самая айландивая, айландиумная батарея, либо же аккумулятор. Ой, ты ж, боже ты мой. Вот, в этом я не разбираюсь до конца. К примеру, у нас в крафте, когда мы выбираем пропеллер... Пропеллер... Не то. Пропеллер, вот, требуется зарядная батарея, да, они не аккумуляторы все-таки, они батареи. Вот, требуется эта самая батарея, я не знаю, что она нам даст, не даст, что она из себя будет представлять. У нас просто есть показатель, так называемой целостности. Вот, и здесь пока что написано, рюкзак с пропеллером целый. Но, может, все-таки он будет садиться, и мы как-то должны будем его заправлять, вот это мне неизвестно. Но я очень сильно надеюсь, что он работает бесконечно, потому что это будет очень круто. И мы можем постоянно летать, заниматься чем хотим. И это действительно очень удобно. Это упрощает всю ситуацию. Так. Я вроде бы не давал команды на снижение. А, я, может, два раза вверх нажал, да. Он работает именно таким образом. Хорошо. Ты переработал, дорогуша? А, нет, мы получаем... Нет, пять. Фух, боженьки, я уже перепугался. Думаю, мы по одной единице за один кристалл. Ну, в общем, профит в том, чтобы искать... Тихо, тихо. Профит в том, чтобы искать обычные кристаллы. Айландиумные кристаллы есть. Пока что я не понял профита в обычных кристаллах. Но я думаю, я тоже что-то найду с ними связанное. Может, они как освещение просто используются. Потому что они же яркие дофига. Кстати, а почему их не использовал как освещение? Хм. Что-то я не подумал, видимо, да. Ладно, не вопрос. Так, что у нас еще? А, нам нужна еще айландиумная пыль. Так, здесь четыре. У нас там где-то шестнадцать, по-моему, лежало. Где-то здесь, а. Нет, здесь нет. Вот один из еще есть. Вот почему оно не стакается. Ну, где логика? Взялся, стакал и все, никаких проблем. Сейчас сделаем с вами буровую установочку. Тогда проверим, как она себя поведет. И что она из себя вообще в целом представляет. Я надеюсь, конечно, что она добывает гораздо быстрее, чем лопатой. Либо же той же киркой. Так, сколько она минуту будет делаться? Да, скорее всего. Выдыщ, пыль ушла. Это ушло до одной минуты делается. Надеюсь, что у нее тоже нет такого понятия, как, собственно, потраченный ресурс самой. А там же аккумулятора нет. Все, тогда окей. Здесь главное просто нечаянно не нажать на большой высоте двойной клик. Иначе, собственно, вы понимаете сами. Смерть. Иначе смерть по-другому никак. Ну, штука просто божественная. Серьезно, это лучшее, что сделали эти разработчики этой игры. Серьезно, это просто лучшее. Причем, что у нас есть два варианта. Либо двойной пробел, либо просто ступить ногами, так сказать, на землю. И все будет окей. Хорошо. Готово? 24. Ждем. Так, наша цация готова. Давай, забирай. Так, давайте ее установим куда-то в слот. Она целая. Просто пишет целая. Но мне кажется, что она будет коцаться. И мы ее должны будем чинить уже с помощью... Ух ты ж, матерь божья, как ты ее серьезно взял? Я аж переживать начал. Я думаю, что мы ее будем чинить как... Новыми, в общем, наборами инструментов. То есть, не старыми обычными, а действительно новыми. По КФу. Недостаточной энергии. Вот сейчас прикола не понял. Где прикол? Так, разбить. Текущий заряд 0 из 1000. Возможно, зарядить. Перезарядить. Ага. Вот здесь нам уже, походу, нужны те самые... Батареи и аккумуляторы, только в... Так, тихо. Взлетай. В непосредственно прямом назначении. Так, стоп. А мне теперь интересно стало. Может, мне стоит проверить эту штуку? Нет? В нее заряда нет. Все хорошо. Все хорошо. Значит, за нее переживать нет смысла. Хорошо. Значит, нам нужно сделать еще один накумчик. Оп. Не здесь. Здесь. Так, аккумуляторы. Кумчик это у нас... Процент заряда 50. Это маленький. Стоп. Вот большой. Требует 5 айландиума, 2 катушки и 5 стекла. В общем, сейчас я это все найду, быстренько сделаю. Так, батарейка готова. Давайте попробуем зарядить наше мега-чудо-устройство. Так, чудо-устройство перезарядить. 100 единиц мы влили. Все. Батарейка пропала, батарейка разряжена. Вот что, кстати, удивительно. У нас есть еще одна разряженная батарейка. Мне интересно, есть или будет ли. В будущем возможность заряда батарейки. То есть, допустим, не тратить энергетическую катушку, там, стекло и так далее. А чтобы мы могли просто зарядить. Кстати, у меня есть интересное предположение. Я, конечно, сомневаюсь, что оно верно. Но попытка ведь не пытка, да? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо закружило. Так, с этим я взаимодействовать никак не могу, да? Маленький аккумулятор... Аккумулятор? Генератор. Мне явно нужно полазить в интернете. Потому что если мы сможем перезаряжать с помощью генераторов... Наши батареи, то это будет просто божественно. Не так ли? Заметил еще один нюанс. Даже если вы с высоты начинаете падать, к примеру, дважды кликнули, то просто еще один раз нажмите пробел. Вот, дважды кликнули. Я не успел нажать. Что это было? Это было страшно. Сразу скажу. Это было очень страшно. Так, у нас написано 186. Стоп. 186. Я что, зарядил стоя возле генераторов? Нет, 100. А почему здесь 186? Ладно. Не имеет значения. Ой, потемнело. Давайте я, наверное, посплю. Найду хорошее месторождение ресурсов, которое мне сейчас нужно. А мне сейчас металлы просто капец как нужны. Вот. И тогда, собственно, покажу, как это... Мега-орудие... Инструментная работает. Так, утрецо-добрецо. Сейчас, где у нас перекусик? У нас что-то вообще осталось? Мясо у меня есть, да? Это, по-моему, акулу мы сожрали. А, кстати, я на лету жрать могу? Да, вообще не помеха. Можно и на лету жрать. Так, у нас здесь в горах было... Такой звук странный был. У нас в горах было тонны ресурсов. О, медь, пожалуйста. Сама пришла ко мне. А там еще и уголь есть. Так, сейчас я попробую все-таки, наверное, от первого лица, чтобы лишнее ничего не храбатнуть. Етить-колотить. Это чересчур быстро, молодой человек. Это очень быстро. Вы посмотрите. А ну, сколько мы... Ох, нихрена. Только, блин, она еще и разваливается. Она в стак один не входит. Вот это плохо. Ну, ладно, сколько мы, допустим, добыли? 41. Опасная штука. Ну, сейчас, допустим, выроем всю эту жилу. Посмотрим, сколько мы потратим. Я не знаю, как это все быстро собирать. Вы посмотрите, оно просто в кучу все складывается, что не очень удобно. О, вот это сложилось нормально только что. Хорошо. Твою мать. Это страшная вещь, слушайте. Это очень страшная вещь. Хорошо, а как это выглядит? Запускается как это, как миниган. У него еще перегрев должен быть для полной красоты. Так, сколько в тебе осталось? 25! Серьезно? Да я тут копнул, вообще кот наплакал. А он у меня уже 25 забрал. Как так-то? Это нехорошо, алло. Слишком, слишком много жрет. Боже, а где ж ты напастись этим айландиумом? Слушайте. Это же жесть. Ох ты ж, епарас это. Сейчас разрядится уже, да? Обидно. Так, надо себе проходик сделать, что ли? Сделал, блин, проходик. Закопал себя еще глубже. Слушайте. Блин, ну вещь крутая. Но то количество энергии, которое оно жрет, это не... Ух ты ж, нихера себе. Сколько у меня уже? У меня уже овер до хрена, имеете? Вещь крутая, явно. Вот 100%. Но стоит ли она потраченного количества энергии, не знаю. Не знаю. Я просто так лопатой буду колупать год, да? Тихо-тихо, рано взлетел. Буду колупать год лопаты, а так мне придется год собирать. То, что я налопатил этим мегаинструментом. Я теперь боюсь уже двойные прыжки нажимать. Не вовремя взлетаю постоянно. Так, сколько у нас вышло? 200! 200 единиц на ровном месте ресурса. Медиа в нашем случае. Это топ. Это явно... Стоп, ади мой дом. Это явно топчик. Просто стопудово. Так, хорошо, нужно подумать тогда. Нужно подумать. Нужно тогда активно... Поискать все-таки источники айландиума. Помимо этих кристаллов и тому подобных вещей. То есть, в целом, в целом, вещь-то крутая. То есть, спорить нет смысла абсолютно. Вот что она разряжается очень быстро, это факт. Это печально. Но у нас при этом всем, если мы просто найдем большое количество айландиума, нам даже крафтить особо много не придется. Потому что у нас есть блок питания. Огромнейший. Процент заряда 600. То есть, этот нам соточку давал. Этот вообще 50 даст. Кстати, он дороже стоит, чем соточка. А этот? А этот столько же стоит. Равноценно. Глупо. Глупо, на самом деле. Ну, ладно. Хорошо. В целом, да, этим надо воспользоваться. И нужно мне еще, конечно же, изучить, что у нас с этими генераторами. Не просто так они стоят и постоянно генерируют ту самую энергию, электричество, как хотите. Мне кажется, что даже, может, как-то здесь задействуется пульт. Или еще что-то тому подобное из тех ништячков, которые у нас уже есть. Но при любых это нужно как-то поджать под себя, так сказать. Чтобы это работало на нас. А не просто так отстаивалось. Так, ребятки, этот эпизод будет не особо длинный, как вы могли понять. Мне нужно было поделиться просто с вами техническим прогрессом. Я указал некоторые нюансы развития в этой игре. Потому что, если бы не было интернетика и, собственно, активного поиска, то я бы даже не нашел, наверное, как добыть ту же резину. Как разобраться с этим пропеллером и так далее. И еще в придаче учить, что на это все ушло просто много времени. Все ради того, что был коротенький, но приятный и полезный эпизод. Поэтому, ребятки, делаем с вами небольшую паузу. Заговаривать я наперед не буду. Что мы, собственно, будем делать в следующем эпизоде. Я либо что-то придумаю, либо опять начнем путешествовать. Тем более, что путешествие, по факту, теперь возможно даже без корабля. Если так подумать. Но это, опять же, нужно проверить. Я буду проводить тесты. Сколько я провисеть смогу в воздухе без, собственно, остановки. То есть, может, там есть какой-то предел, пару минут и все. Смогу ли я взлететь с воды. Я это все, в общем, буду проверять. Вот. Но пока что, да, мы сделаем небольшую паузу. Спасибо вам большое всем за просмотр. Не забывайте комментировать увиденное. И, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся в следующем эпизоде. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok